так саня вот маркером сейчас саня будет намечать тех которых на убой ты можешь туда завистан он второе тебя года и хрестиком хорошо что нету маленький вот саня вот раз и вот это вот вот хороший да может туда перепрыгнуть и так сильно не шугай их ну самый-самый рыжий о да туда и так 3 4 ну 4 он длинный может его оставить пускай еще набирает вот этот или а то там у крестик лучше поставок вроде бы жалко да 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 вот эти три мелкие вот эти даса ну да те получатся мелкого до санька вернуться приехал с бухареста вот это я думаю может мне три контра одного ветра посмотреть попробую но вот друзья еще одна ну не проблема но одна свиноматка которая не может у меня сорваться уже и стресса гоним все сейчас пробую ее отпустить и хряка выпустил тоже ну чисто для запаха может понюхает и загуляет это у нас клубничка не чисто чтобы они сошли снюхнули друг друга и может сорвется буря ты не кроешь у нас сегодня вот она чисто его понюхает и я думаю может быть что-то что-то может быть завтра и полу хотя он уже хвоста поджимает может подымает хвоста может и что-то будет матрас тут она забежала к нему клетку ну грубо говоря давай то место сами оставаться что-то верю что-то давай туда еще не готова она не стоит вверщит еще не готова может быть завтра будет и готова кряка понюхала хвост поджимает то есть судя по всему еще не готов вот это санька как раз будет нам помогать четырех долобесать саня ну много подписчиков видели твой ролик где ты обещал вернуться еще в прошлом летом так вернулся но где ты пропал вот спрашивает где я пропал командировку на заработка кременчугу полтава кременчуг и красноград и красноград да это три точки бексенки у него там там именно хотел семейную жизнь создать не получилось не получилось не фартануло пацан к успеху шоу правильно а а а а а а Вот наши дюрочки вот так подрастают, все нормально, поносов так и не было у них, все отлично, потихоньку вытягивается длину и набирает вес так неплохо. Так, 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 значит какая ситуация, вот эти у меня на месяц старше от Петрена, ну там месяц и чуть-чуть, по-моему, и сейчас мы будем убирать четырех штук, то есть вот раз, вот два, вот три, рыжий вот этот и четвертый, или вот этот, или вот этот, наверное вот этот, ну хотя этот длинный его оставить, того, наверное, вот этот раз пойдет, два, три и четыре, это тех, которые Хандюха будут убирать на мясо, четырех, но есть одно, как бы у меня, одна мысль, то есть вот эти вот, которые старше на месяц, получается здесь из Петренов один, один, один по весу, наверное, больше, чем Кантур, хотя на месяц меньше, сейчас я его покажу, так, один, он, наверное, там отдыхает, а вот, вот, вот это у них один, он по весу больше, чем сам Кантур, вот этот именно. А это, зарплата ухода в стоимость сигарет, или нет? В стоимость сигарет? Да, да, да. Да, зарплата хорошая, значит, уходы. Шо ты? Ты же сказал, что чистяковый, ну, чистяковый. Возвращение блудного сына, Александр вернулся в свои ряды, говорит, так и так, давай поднимать, давай начинать строить, все уже погода позволяет, и будем начинать, с чего, Сань, будем начинать? С полу. А не с перегородки? Ну, с перегородки, а потом же с полы. Ну, сначала, да, прокопаем полностью фундамент, небольшой зальем, и начнем ложить перегородку, почему у нас сейчас буквально на днях приедут люди бить колонку, колонку, Сань, я там в углу, думаю, в котельне. Есть, да, вода? Че есть, в принципе? Ну, в принципе, кажется, тут везде есть. А че ты там, наверное, не там? Там же ж хотела быть. В углу, чтоб она ишла оттуда, у нас вода. Так я внутри ж думаю пробыть. Пробить внутри, Саня снаружи. Я думаю, внутри, в сухом, Саня, в котельне или в бытовке. Там автоматику поставить, и все, и везде вода. Да, она и промажать не будет. А если мы прокопаем снаружи, надо же копать сюда. Типа проблемам копать полтора метра. Так, ну, будем разбираться, да? Ты представь, что что-то будет внутри. А шо, он каже, там помпа? Водой они пробивать. Так помпа, ну, куда же деваться глиня цей всей? Ну, так помпа вытягивает или нет? Да нет, у нас будет вообще, ну, рядом. Ну, он каже, установка 360 высотой. Там встанет установка в том месте? В углу нет. Ну, не в самом углу, возле дверей. Да зачем нам там нужна вообще коробка? Там можно же не это сделать. Хочешь, хотим там сделать помещение для корма. Попробовать именно, ну, не попробовать, посмотреть. Сало, мясо, именно с Пьетроена. Так, где он делал этот большой? А, вот он. Вот этот. Вот самый, у них самый большой с этого вылазка. Это вообще короткий на ногах, на ходу маленький, а сам колбаска именно. Это длиннее обеганая. Ее оставляем на свиноматку. И эту длинную на свиноматку. И, скорее всего, вот тоже красавица. Один в один с моим хряком. И вот это, наверное, вот это. Ну, посмотрим. Тут еще Юра хочет одну свинку взять. Пьетроена именно с этих, взять выводцов. На свиноматку одну. Мне привезти генетику пик, а взять одну свиноматку. А поросят мне привезти килограмм по 30, наверное, у них. Может, больше на то время будет. Ну, еще не знаю. Это мы так с ним разговаривали. Ну, точно не устаканили. Поэтому, как бы, вот это как вы думаете? Может, мне трех кантеров на мясо пустить? А одного? Вот этого. Вот этот. Ну, сильно. Ну, он тяжелее, чем кантер. А именно вот этот. Он ниже на ногах. Но сам по себе, я смотрю, он будет тяжелее. Эти все меньше, да. Меньше кантеров. А этот один догнал, получается, кантеров. Вот так. Вот это мне надо выяснить, определиться с этим моментом. Может, все-таки попробовать. Или оставить его, пускай уже до Пасхи. И на Пасху будет килограмм, я там не знаю сколько. Ну, большой будет. Оставить и на Пасху несколько штук отсюда, потом пустить на мясо. Спрашивали, когда ехать, именно по дюрку. По дюрку. Да пускай еще побудут туда, после 20 марта будете приезжать забирать. Именно дюрчат. Пускай еще подырнут. Да, у них корм у меня постоянно. Он уже доелись, эти надо опять насыпать. На постоянной кормошке. Корм стартовый. Поэтому вы, когда у меня заберете, уже вам не надо стартовать уже на Гровер. Сразу. Кабанчик он уже один покрывает, там кого-то пробует. Тихо-тихо-тихо-тихо. О, и не надо будет потом правильно искать. Ну да. Я что, Саня, думаю, или вот тут четырех, или тут трех, а одно взять там здоровый ехать. Значит, давай мелковатого, за четыре. А я и мелковатый. Или может... Вот тут мелковатый. Не, или то оставить, пускай подрастет, а тут уже этих... Ну ты меньше на месяц. Вот пойдем туда. Ну да. Саня просто еще не знает, где что есть он. Саня, я же их воспитывал. А, с памятью. Я же принимал роды. Акушером был. Да, Саня Петренов принимал апорос, помогал, да. Вот, а тут, Саня, один. О. Вот это один. Ну. А ну, на месте. Ну да, да. Ну что, больше он или меньше, Сань? Санька, больше или меньше? Конечно, больше. Я уезжал вообще именно... Ну, больше того, да? Хлюпики такие именно, да? Ну да. О, у нас нормально. Вон, да, у кого? Боксер, да? Боксера. Или оставить ее на пасху. Еще же больше будет. А что, давай, так четыре? Да, Саня предлагает уже тех четырех, да, Саня? Да, эту. На пасху. Да. Так, охапку. Вот таким маркером намечаем. Половинку охапочку. Ну, чтобы туда шел. Тут охват. Давай, подлиннее, да? Да не, ну, без разницы. Саня приехал, будет в бане жить, поэтому сейчас баню растопим. Прогреем все стены и... Вот, друзья, получается банька у нас. А ты стол? Стол дедушка забрал. А, забрал дедушка стол? Да. А как без столика? Ну, что-то придумаем. Есть стол нормальный, в гараже. А, да. Да. Сейчас мы тут нагоним температуру, но тут ему не надо купаться. Ну, тут только купаться можно, а он вот тут живет. Да, и сигареты уже свои нашел. Вот тут печка у нас. Сейчас с Таней будем достапливать. Тапочки мои тут стоят. Ну, так вот видишь, все же он везет. Все, 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 все именно ждет, ждет меня, да? Да. Так, на второй день по этой свиноматке, ну, скажем так, начинает срываться, начинает, но еще не стоит. Ну, вижу, что, может быть, даже завтра уже будет стоять. Уже хвоста задирает. Ну, да, уже более-менее такая, да, я думаю, завтра уже точно. Да, хвоста, завтра? Думаю, завтра? Ага. Она вообще ничего сейчас в ней есть, я насыпал ей, готова. Ну, не стоит, я думаю, завтра уже будет стоять. Тут я убрал, корыто так и работает, отлично. Нигде ничего не опрокидывает, не высыпает. И все, я убрал, соломы настилил, и буду их запускать. А тех, которых мы наметили, в четырех или там троих, я потом туда выгоню, и буду с улицы их запирать уже на мясо. А остальные будут здесь. Ну, а по этой, я думаю, по трое. Ну, что-то, что-то. Ну, завтра, вот сто процентов завтра. Еще нет, но сейчас даже проверим. Сейчас я... Так, подожди, подожди, подожди. А тут же... Сейчас, ну, пламя. А ну... Ну, уже хвост задирает. Нет, ну, еще нет. Нет, но подхвостница уже еще более выраженная. Ну, зараза. Да вы, залазай. Клубнушка. Клубнушка у нас крупненькая. Мордочка маленькая. Вот так. Не, 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 не. Ну, ничего, я думаю, завтра. Ну, шо ты? Вот тут же... Бэшина. Бэшина. Так что, начинаем... Ну, начнем, по крайней мере... Наверное, мы с перегородки, с заливки фундамента и... С перегородки. Вроде бы так поговорили, решили с перегородки. А там колонку, и с колонкой определимся, где бить, где бурить колонку внутри. И будем уже принимать решение по заливке. Заливку сразу сделаем отмостку. Как я понимаю, сделаю отмостку вот такого типа, как вот здесь у меня вот доска. Сделаю здесь. Так само оставить желобок. И с арматурой, наверное, 12-й куплю арматуры. Поделаем маяки полностью на всю длину здесь. И на всю длину здесь. И маяки так рассчитаю, чтобы под мою виброрейку. И будем заливать с миксера. Зальем с миксера. Эту сначала половину. Миксер сюда заедет, в окна подаст. Лотки нарастим. Зальем сначала эту половину. Потом эту. А потом начнем варить клетки. Я думаю, сильно много времени не пойдет на это все. Но, потому как у меня свиноматки покрыты, я хочу, чтобы они уже поросились в этом сарай. И по пенопласту. Посчитаю, сколько у меня не хватает пенопласта на потолок, на утепление. Да, закажу пенопласт. И ОСБ тоже уже нашел, где заказывать. Закажу. ОСБ привезут. Ну, там буквально позвонить. Привезут, заплатить и все. Вот так. Короче, начинаем стартовать по сараю. Следите, кому интересно, кто там из-за сарая смотрит. Интересно, как будет дальше. Все уже. Начинаем движение. Саня приехал. Саня говорит, мол, так и так. Все уже. Решил с чистого листа начать. То есть, заработает денег там. Сколько он залито. Потому что по стройке мы хотим не только сарай строить, а там еще. Много чего. Ну, я потом постепенно буду показывать. Сарай достроим. Потом начнем уже другое строить. Тоже уже планируется. Потихоньку закупляю и туда материал. То есть, вот так, друзья. Поэтому не забываем заходить иногда на мой канал смотреть. И кто там что видит, как лучше, как хуже. То есть, совет и все принимается. И берется во внимание. То есть, вот так. Сейчас заберем топчан этот, Саню, в баню. Он на этом топчане медицинском спит. Постелим баню. Сейчас протопим хорошо. Там будет жара дня два стоять. Ну, а потом я ему дал калорифер. И калорифером подгонять будут. Ну, и окна эти уже потом поставим. Сюда все равно миксер не заедет. С той стороны там забор. Окна эти можно ставить уже. А эти, пускай будут открыты. Окна сюда миксер будут подавать бетон. Вот так я планирую. То есть, будем потихоньку начинать. Понимаешь? Понимаешь? Кого newest. Да. itung. Продолжение следует...